Девушки отдыхают Давайте вот с самого начала, что это такое? Мы, конечно, вкратце рассказали о том, что это, в общем-то, старшеклассники, которые могут прийти, поучиться, научиться новым каким-то для себя абсолютно вещам, а то просто, может, сейчас взрослые подключились и говорят, о, я пойду сейчас учиться. Нет, нельзя, да? Расскажите, пожалуйста, что это за школа, чем можно заниматься и кто туда может приходить? Девушки отдыхают. Мы за неделю приходили и занимались. Потом дети и родители сказали, кто закончил, мы хотим еще, и мы придумали им второй год обучения, новую программу, и теперь лучшие из тех, кто поучился на первом году, приходят к нам на второй год. И уже делают для нашего телевидения свою самостоятельную программу. Каждый год разную. В этом году это называется не очень вечернее шоу. Сами придумали, сами все там переделывают каждое воскресенье аудиторию, под студию снимают, все нарисовали, в общем, шик модерн. Потом нам показалось этого мало, потому что у тех, кто у нас учился, были более младшие братики и сестрички, и родители говорили, ну мы тоже их хотим. И мы придумали для них мультстудию. Поэтому у нас есть еще дети помладше, с 10 до 14-15, которые приходят полгода и делают мультипликационные фильмы в компьютерных программах, сами придумывают сюжет, пишут, анимируют. Вот неделю назад у нас прошел второй выпускной уже в мультстудии. 11 детей сделали, 11 мультфильмов. В этом году впервые, почему я кошечкам и собачкам передала? Ага, почему? Да, да, объяснитесь. В этом году впервые у нас, кроме гробиков, боев, виртуальных, постапокалипсисов, появились еще мультики про собачек и кошечек. Ну это хорошо. Я считаю, что это очень замечательно. Это очень утверждающе. Да, поэтому как-то у нас так градус в сторону улыбок увеличился. Ну собаки и кошечки в постапокалипсисе обязательно. Я так смотрю, смотрите, вот ваши, вы говорите, неуемные, да, я думаю, что может быть дойти до того, что родители скажут, так, подожди, младшая училась, значит, старший учился, а я, а как же я? А бабушка. А бабушка? Подождите, сейчас, вот напомните мне про бабушек, пап и мам. Хорошо, обязательно, обязательно. Я просто продолжу, мы же неуемные, поэтому мы думали, ну как бы еще чего-нибудь, потому что что-то дети еще хотят. И мы придумали теперь уже краткосрочные программы, типа на два месяца. И уже одна у нас два раза запускалась. Это рисование персонажей в стиле аниме. У нас уже были выпуски. А в этом году, ну с сентября, у нас добавится еще одна программа. Дети будут учиться делать гифки. Там столько форматов и столько, в стольких программах это можно делать. И такие просто, ну, конфетки. Я не представляю, реально, вот мы чуть-чуть с Димой поговорили, вот за эфиром. Говорим, в моем детстве такого не было. В моем тоже такого не было, да. Я представляю, что сейчас там несколько таких выпусков, и скоро на российские экраны, может быть, на зарубежные выйдут новые мультфильмы. Загифовать. Загифки мне будут в интернете, значит, повсеместно распространены, да. А все это делают вот эти ребята, которым сейчас сколько там лет? Ну, это старшеклассники, да? Это даже не старшеклассники. Они маленькие совсем есть. Гифки мы берем с 10 лет. О, как и мультики. Итак, кому сейчас 10, идите делать гифки. Приходит он такой к дедушке на день рождения, говорит, вот, дед, держите гифку. Смотри, посмеешься, на. А что вы смеетесь? Бабушке у меня, вот, был день открытых дверей, бабушке мне спрашивали, а что такое гифки? Ну, вы задавали вопрос. На что внуки доставали телефон и показывали бабушке гифку? Смотри, бабушка, это... Да, это гифка. Я думаю, бабушкам самое сложное объяснить смысл этой самой гифки. Она вообще для чего? Им просто непонятно еще, может быть, до сих пор, что такое интернет и для чего он работает. А гифка, ну, вообще гадость какая-то. Гифка, это такая кепчуха. Ну, гадость не гадость идёт, а вот прогрессивные бабушки, и я уверена, прогрессивные родители понимают, что надо юные дарования просто направлять в нужное русло и отдавать в заботливые руки. Да, вот перед тем, как я расскажу про нашу последнюю инициативу, я вернусь к бабушкам, папам и мамам. На самом деле, шутки шутками, значит, по поводу прогрессивных мам, пап и бабушек. Вот вчера, например, мне звонил папа, который очень хотел отдать в наш новый проект дочку. И говорит, ей 4 года. Я говорю, ну вот на 4 я еще не готова. Не могу, нет еще программы. На это я не пойду. На 4 года. Так вот, папа и мамы очень многие говорили, а можно мы тоже поучимся? Я говорю, ну, к сожалению, мы только работаем с детьми. Ну, ничего. Вот со взрослыми мы еще не дозрели. Может быть, туда попозже. Да, да, а что, вы же неуёмные. Будем делать, да, для пенсионеров. А как происходят выпускные в школе ТЭФИ? Вот мы вскользь про них проговорили, а я так понимаю, что там что-то интересное. Есть ли ленты, есть ли золотые медали? Да. Медалей нету, точно. Зато есть статуэтки. Ух ты. Ну, а что, телевизионная школа? Значит, и вообще, выпускной действительно проходит не так, как везде, потому что выпускной – это, собственно говоря, закрытый показ телевизионных программ, которые дети самостоятельно, с нуля и до последней точки сделали. Закрытый, знаете, у меня вот только закрытый слово не нравится. То есть смотрит определенный контингент, да? Да, пока на первом году смотрит только определенный контингент, то есть это каждый ребенок пишет в конце года, кого бы он хотел пригласить. А-а-а, то есть у него списочек, значит, свой хорош. Да, а и мы каждому подписываем именные приглашения, очень красивые, и они приглашают. Ну, как правило, это папа, мама, бабушка, тетя, некоторые идут дальше. Папа, мама, бабушка, дедушка, тетя, друг, подруга, друга, и еще одна моя подруга. Ну, то есть можно? Да, можно. Расширить этот круг можно? Да, ну вот в этом году у нас будет 41 человек выпускник, а всего будет 190 человек. Все остальные – это приглашенные ими гости. По четыре человека. Вот это да. Нормально. Такая хорошая тусовка. Как бы там не это самое. Вот, поэтому у нас в этом году будет так. Ну, кроме того, что дети получат сертификаты ДГТУ и сертификаты школы ТЭФИ, причем старшеньким, как я их называю, старичкам, те, которые два года. Старички. Да, да, старички. Ты сколько, я два года. Да, старичок. Вот, старичкам по традиции вручают сертификаты ДГТУ ректор. Ну, Серега Чехович Мескин. Ну, Серега Чехович Мескин. Он, да, он наш ангел-хранитель. В этом году для него там будет сюрприз. Это я вдруг, он слышит, чтобы он не забыл и пришел, потому что его ждет сюрприз. Так, Серега Чехович, запомните, запишите в календарик. Да, чтобы он пришел. Вот, ну, кроме вот этих сертификатов, вручения, дальше будут идти программы. Так. Программы мы смотрим не просто так. У нас жюри, трое родителей и трое профессионалов. Шесть человек в жюри. Все по-честному. У которых листочки с фамилиями детей, с названиями сюжетов. И они смотрят программу первой группы, программу второй группы, программу третьей группы. И у нас есть номинации, которые они должны, собственно говоря, присудить. Плюс в прошлом году мы придумали номинацию и статуэтку «Выбор зрителей». Поэтому зрители тоже получат листочки. Которые там находят. И отметят, да, ту работу, которая им больше всего понравилась. Вот поэтому кто-то... И тот человек получит приз зрительских симпатий. Поэтому кто-то с собой приводит и маму, и папу, и мамочку, и дедушку. Дело в том, что об этом знают старички. А старички не участвуют в этом конкурсе. Старички все получат статуэтки по итогам работы. Старички у меня в этом году нехило, не считая итоговой программы, на которую они, разгильдяи, сейчас потом скажу это слово, разгильдяи не успели еще закончить. Вот тут вчера в 9 ушли, сегодня не знаю, во сколько уйдут вечера. Они наделали программ на 76 минут эфирного времени. И это все у нас вышло в эфире. Это очень много. Вот. Более того, эти мои старички в этом году, во второй год наша школа ТЭФИ участвует в областном конкурсе, губернаторском конкурсе «Юный журналист Дона». Вот. В прошлом году мы участвовали в одной номинации и победили. В этом году мы участвовали в четырех номинациях и в двух победили. Вот. Я понимаю, что я говорю. Класс, класс. Вот чем можно гордиться. Поэтому они в статуэтках первого года, они не участвуют, за них не голосуют зрители. А первый год этого еще ничего не знают. Даже если им 10 раз сказать, они все равно забудут. Они умудряются пропустить. Я говорю, у меня мозоль на языке. Ребята, вот здесь вот мозоль. Потому что я вам это говорю каждый урок. Ну, бывает. Каждый встречу. Бывает. Дорогие телевизионщики Ростова-на-Дону. Бойтесь. Бойтесь, да. Вам скоро придется сильно-сильно подвинуться, вот, сжаться и найти вакантные места, потому что на ваше место придут молодые старички. Мы, когда берем людей, мы говорим, что мы вас берем в медиа. Вот. И мы вам говорим о том, что сейчас на работу берут людей, которые имеют разные компетенции. Универсальные. Универсальные. Вспомним, Жор Факсович, гибридизация жанров, конвергентная редакция. Вот это давайте не будем. Не будем. Хорошо. Я потом скажу слово, сейчас я его произнесу, а потом напомните. Прокрастинация. Я потом скажу, я отказала это слово. Запишите пока, да. Телевизиончики записывайте. Второй, вот, кстати говоря, сначала чуть-чуть про старичков. Старички, кроме того, что они каждый месяц делают программы, вот они семь сделали, и у них последняя восьмая программа, да, они еще выпускают каждый год журнал, который тоже придумывают от начала и до конца. То есть они еще и пишут, они еще учатся. Это вот очень важная штука, потому что как-то безписанин-то. Ну да, более того, у них есть еще и веб-мастерская, они учатся немножечко делать сайты. Поэтому вот когда дети в первом году приходят в школу ТЭФИ, наша задача познакомить их с самыми простейшими навыками, с самыми разнообразными, которые могут быть либо востребованы сразу вместе, либо кому-то что-то очень нравится, и он потом в этом специализируется. Ну я понял, значит, подвинуться не только телевизионщикам надо, а еще и верстальщикам сайтов и тому подобным людям. Да, они учатся. Ну, естественно, у них очень много занятий, про которые они потом, когда уже являются студентами, вот у нас много детей, которые уже закончили и учатся, и пишут по постфакту. Мы только сейчас поняли, насколько полезные и классные были занятия по психологии общения и по технике сценической речи. Вот оно, осознание приходит. Да, это у них есть. И потом, естественно, у них есть все, что связано с медиа и с телевидением. Они учатся снимать, да, как бы как операторы работать. Учатся работать в кадре, то есть ведущими, да, быть, тренируются. Здесь уже нам надо подвинуться. Ну, большая часть их, конечно, это работа корреспондента, потому что их итог, это каждый должен снять свой сюжет. То есть он пишет сначала сценарий, что он собирается, какую историю он собирается рассказывать, да. Потом он выступает в роли продюсера, он ищет героев, договаривается о съемках, снимает. Потом он пишет закадровый текст, соответственно, идет в начитошную-пытошную и читает его. Да, поскольку у них есть основы радиорежиссуры и работы со звуком, там, в аудишн, в саундфордж, то они умеют обрабатывать свой звук и записывают там аудиосказки. Я просто иногда слушаю и лежу от смеха. То, что они там микшируют, туда добавляют. Я не представляю. Сказка-рэп, например, вы бы такое описали. Рэп-рэп. Рэп-рэп. Рэп-рэп-рэп. Рэп-рэп-рэп-рэп. Рэп-рэп-рэп-рэп. Вот. Соответственно, потом им приходится самим монтировать. Поэтому монтаж у них тоже есть. И получается, что они всего-всего-всего-всего-всего-понемножку, ну, естественно, вначале, чтобы они все представляли, что такое тележурналистика, что такое телевидение, что такое этика, о чем можно, о чем нельзя, да, какие источники информации, где эту информацию добывать. На втором году вот у них добавляется, например, мастерская текста, где я их просто пытаю. Татьяна Николаевна, есть, я так понимаю, у вас какое-то сообщение или нововведение в школе ТЭФИ, да, интересное? Как это говорят сейчас? Новое летнее предложение. Ноу-хау. Какое летнее предложение? Расскажите, пожалуйста. Летнее предложение – это вот продолжение нашей неуемности. Поскольку мне все время спрашивали, ну, можно вот маленьких детей, ну, вот и летом, вот их, пока они в лагерь не уехали, пока мы их к бабушке не отправили. Да, пока мы хотим поотдохать, значит, без них. Да, да, да. Или поработать и не нервничать, что ли, что там делает дома ребенок. И дома ли он вообще, да. Он кино снимает уже. А вот, поэтому мы в этом году, у нас новая, мы придумали летнюю медиашколу, которая будет работать с 9 утра до 6 вечера. Вот это я понимаю. Это вам даже не группа продленного дня. Это летний лагерь получается, да? Нет, это не лагерь. В лагере отдыхают. Здесь все работают. Здесь работают, да. Их надо, а даже бьют. Да. Ногами. Нет, ну, они еще не успеют. Ногами за что бьют? Ногами бьют за то, что не делают задание. Откладывай. А тут заданий не будет, тут все будет делаться. Сразу, ну, стоп, здесь, сегодня. О, класс. Нет возможности отложить до завтра. Да. Поэтому у нас есть две смены. Одна смена с 6 июня по 17, а вторая, соответственно, с 20 июня по 1 июля. Это медиа такой интенсив получается. Мы не будем работать, к счастью, в субботу и воскресенье. Я буду лежать трупиком, я так понимаю, отходить от всего, да. Вот. Но будние дни, с понедельника по пятницу, здесь мы будем обитать. Так что вы готовьтесь. Тут будут, у меня вот во вторую смену записались, уже полностью она закрыта. Туда уже, к сожалению, даже если кто хочет. А сколько, а каков объем хотя бы? Объем маленький. Группа, всего одна группа, 15 человек. 15 человек. Ну, вот как раз для конструктивной работы. Вот. С 15, во-первых, можно справиться. Во-вторых, у нас в компьютерных классах это будет 15 компьютеров, да, для детей, для студентов, чтобы каждый поместился, у каждого было рабочее место. Значит, чего у них будет? Ну, во-первых, мы их будем кормить обедом. Столовый ДГТУ. Я закидаю сейчас пальцы. Столовый ДГТУ. Я хочу опять. Подожди, это, по-моему, вообще вот сейчас сказали главную вещь, одну из главных. Так, кормить. Да, кормить будем. Отлично. Во-вторых, мы будем с ними плавать в бассейне ДГТУ с трениров. Что делать? Каждый день. Пока не понимаю, как это имеет отношение к медиашколе, но мне нравится. Очень нравится. Классно. Дима, это напрямую имеет отношение. А все, нет. А где час будет? Тихого часа не будет. Жаль, плата, не дочет, не доработочка. Это для взрослых уже. Какой там тихий час? Ты представляешь, сколько энергии? Энергии масса, правильно. Без тихого часа. А все остальное время, конечно же, это будет все, что связано с коммуникацией, медиа и все остальное. Но поскольку мы хотим их познакомить со всем, то у них это все будет в виде тренингов и игр, и все вмещено в эти дни. То есть первый день к ним сразу с утра хлобысь, и приходит психолог. И мы с ними три часа играем в тренинг на знакомство и на умение спрашивать и отвечать. К концу третьего часа каждый будет знать про друг друга не только как зовут, но и что любит, что не любит, что забыл, куда пошел и так далее. Вот гарантирую, я уже это проходила с нашими психологами, такие тренинги. Вот. Естественно, мы с ними будем пытаться фотографировать. То есть у них будет фотожурналистика. Я сейчас называю такие слова, но как вы понимаете, это все будет в игровой форме и какой-то маленький один кусочек. У них тоже будет операторство, они тоже будут пробовать друг друга снимать на камеру. Вот две камеры, меняемся, рассказываем и пробуем. Они тоже будут пробовать держать микрофон, не кушать его, да, не засовывать его в собеседнику, там в ухо, под нос, глаз или еще куда-то. Сделили ли вы это? И собеседник отвечает да-да-да. Правильные вопросы. Правильные вопросы, да, с вопросительным словом. Три цикла занятий у них будет связано вот с мультипликацией. То есть им уже сделают заготовку и они будут пробовать ее анимировать. Ну, там, чтобы ушки двигались, хвостик двигался там. Супер! А бушек открывался, да, глазки норгали. Да, у них будет гифки, три часа, три часа. Без гифки, без гифки, жизнь не та вообще, не Марина. Да-да-да. Вот наша Маринка Басая с ними порисует аниме, обожают детей аниме рисовать, поэтому это тоже будет. Настя Кокоева, которая иногда бывает тут у нас на радио, да, она их поучит писать стихи. Это интеллектуальная дива. Класс! Вот, вот это классная штука тоже. Урок по ритмаме, представляете? Слушайте, она не оспится. Пришел домой из летней школы, значит, закончил и, значит, маме в стихотворной форме... Отчет! Маме, я тебе гифку со своим стихом скину. Да-да-да-да. А вот мы еще фильм тут сняли, а вот это у родителя шары, значит, на лоб полезут от такого мастерства, да, которому научились дети. А теперь вы держитесь и упадете со стула. Сейчас, сиди крепко. Подождите, я привязываюсь. Потому что привязался, значит, потому что кроме вот таких ознакомительных вещей, у них еще будет и занятие, это все-таки школа. И занятие у них будет по программе, которой делают кучу всего. Эта программа называется Коралл, и более того, они потом получат международный сертификат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова